Он еще более тяжелые, страшные политические репрессии против своих граждан осуществляет, причем какая же такая вот тоже такая падаль, да, этот Лукашенко, именно против своих же арестовывают еще вообще людей, которые, молодых ребят же тоже, вот это особенно страдает это поколение, кому 40 лет. Ну и другие тоже, конечно, причем даже те, которые просто там волонтерами были или просто кому-то помогали во время вот этих выступлений, людям теперь их тоже поарестовывали, в СИЗО посадили, держат там без суда следствие. В общем, ну вы что делаете? Ну хорошо, Лукашенко там он чокнутый на всю голову, а вот это нижнее звено, вот я не совсем понимаю их, там, которые работают в этих тюрьмах, СИЗО там, в концлагерях там, в зонах, в милиции, в КГБ там, в госорганах, еще там на каких-то постах, в госчиновники. Вы что не понимаете, что вас ждет? Вы что такие тупые? Вы что думаете, что режим Лукашенко это надолго будет? Что вы же своих преследуете? То есть вы садите в тюрьму, в тюрьму часть своих сограждан. Вы типа белорусы, но они же белорусы, вы граждане, паспорт Белоруссии имеете, они граждане Белоруссии, вы что творите? Вы создаете, это называется в классике жанра, вот революционного процесса, да, и когда революционная ситуация достигает апогея революционного кризиса, вы создаете состояние гражданской войны. У вас гражданская война, у вас десятки тысяч, может больше, цифру уж никто не называет, политических заключенных сидит в стране. Вы что не понимаете? Рано, если у вас лидеры, которых общественного мнения, да, сидят в тюрьмах, если эту девочку с русским гражданством сопевует, он не помиловал, и там есть, ну это понятно, что он с этим кремлевским недопалком согласовал, ей дали 6 лет тюрьмы вообще ни за что. Ну, вы что творите? То есть, у вас, те, которые сидят в тюрьмах, они, во-первых, конечно, ненавидят режим. А того, что они сидят в тюрьме, у них любовь к пути этому к Лукашенко не появится, у них только растет потенциал ненависти. То, что они будут действовать с адекватными методами, уже не будут ходить с цветочками, шарфиками, шариками, просто, а когда выйдут, они будут вас просто уже, так сказать, под нож косить. Неужели непонятны такие простые вещи? Или вы думаете, что вы сможете сохраниться? Нифига не сможете, это невозможно. Это 21 век, такого, как было при большевиках, когда успели они попрятаться, чекисты эти гребаные, своих этих выкормышей, этих, так сказать, попрятать, этот номер тоже не пройдет. Фамилии вы изменить не успеете, ничего у вас не получится. То есть вас будут просто уничтожать до четвертого поколения. Это же так просто понять. Не надо быть каким-то, там, семь пядей во лбу. Достаточно пару извилин в мозгу иметь, чтобы понимать, что вас ждет и ваших близких. То есть вы сегодня делаете террор против граждан вашей же страны, белорусов, точно таких, как вы. И вы думаете, что это вам пройдет даром? Так же, кстати, как и в Российской Федерации. Я поэтому и наших болванов все время в Украине говорю. Зеленскому, Вермаку и прочим членопианистам и специалистам с бицепсами и трицепсами по регулированию ларьков. Вы тоже не делаете репрессии, потому что это очень опасно. Это гражданская война. Это реальная гражданская война. В условиях хаоса, энтропии, деструкции, в условиях четвертой фазы вот этого великого цикла Кондратьева, стагнации, депрессии и разложения энтропии. Вы что, совсем офигели? Это любые действия, которые несут в себе насильственный потенциал против таких же, как вы, хомо сапиенсов, они чреваты адекватным противодействием. Это 500%, даже не 100%. То есть Лукашенко все равно будет уничтожен. Но будет чуть раньше, чуть позже. И тех, которые десятки тысяч он посадил, и члены их семьи, и их близкие, это потенциальная революционная армия Беларуси. Она просто пока молчит. Она подавлена, да, но это пока. Это до поры до времени. Поэтому, ну, Лукашенко сбрендил полностью. Понятно, что его уже, как бы, остановить невозможно. Но другие вы что делаете? Вы то, за что будете отвечать. Понятно, Лукашенко, он своим кодлом, он там мультимиллиардер. А вы запайку отрабатываете? Так оно вам надо? Поэтому то, что творится в этих тюрьмах и зонах в Беларуси сегодня, это, конечно, это чистый политический сталинский фашистский террор. Гитлеровско-сталинский режим. Вот, ну, так вот, смотрите, что получается. Если для украинцев, вот для беларусов, вот тоже очень много выехало. И я удивляюсь, руководство Польши так медленно решает их вопросы. Ну, что, трудно верифицировать людей, особенно там женщин с детьми, которые все, это люди более старшего возраста, тот же Белосток, там, забит белорусами. Вообще там их, это же огромные, уже десятки тысяч там их находятся. Ну, дайте людям быстрее уже эту бумажку, чтобы они же могли функционировать, чтобы они могли двинуться. Что же они там сидят в этом вашем Белостоке? Теперь смотрите, что получается, если берем украинцев. Поэтому я еще раз говорю украинцам. В Польше не накапливайтесь, особенно в восточной части Польши. Очень, кстати, интересно еще, ну, получается и так, смотрите. Этот Путин штырь выступал два часа, Байден выступал 20 минут. Путин выступал в закрытом зале перед своей этой там, кому он там выкормил этими всеми. Ну, это как стадо сидело, слушало его. Это те, что возле корыта находятся. Тоже два часа вы сидите, это ж надо, представляете, два часа. Это достаточно уже пожилые тоже люди. И там мне говорят, что меня дедом называют. Слышите, а Путину сколько лет? 70 или 72? Так мне 68. То есть я так, я дед, но получается я младший дед, чем Путин там. Или этот, кто там, Лукашенко сколько лет? Ну, я уже не говорю про Трампа, Байдена, Пелоси и всех остальных. Просто так сложилось, что молодые настолько у нас туповатые, что приходится людям старшего возраста, потому что не получилось их научить, то приходится над ними, так сказать, как это, держать их, учить. Ну, не учить, это тоже какое-то слово такое тут нельзя сказать. Просвещать, я бы так сказал. То есть нам, людям моего поколения, ну, есть те, которые напрямую руководят. Есть диктаторы, там, тотализаторы и прочие, тираны. Вот, или как их, Байден говорит про Путина, что это автократ. Но это не автократ, что звучит, еще бы сказал автоколонка. Или это самое автократ, автократ. Это не автократ, это классический тиран. Это тиране называется. Тоже Путин построил в Российской Федерации, Байден. Классический, это называется, дефиниция должна использоваться тиране. Автократ, при чем тут автократ? Это совершенно глупая формулировка. Она не выражает сути происходящих процессов в Российской Федерации. Ну, так вот, ну, то, что Байден, конечно, речь была очень содержательная, выступал он классно. Ну, откуда он столько силы и энергии взял? У меня говорят, вот, вы говорили, он мумия, там уже в музее Тисо, это и мадам. Ну, понимаете, вот, мумия, мумия оказалась, что он вдруг настолько как-то был, может, выпил что-то, может, дали ему, кто его знает. Сейчас такие времена, Трампа послушаешь, так вообще, как говорится, не знаешь, чему верить, да. Но, тем не менее, Байден отработал и 20-е, ну, и 19-е, он же летел, правильно, и 20-е, и 21-е в Варшаве. Прекрасно. И вот 22-го он сегодня будет уже встречаться с лидерами девятки всем восточным флангом НАТО. Это те новые страны, которые вошли, входили в соцсистему, в Варшавский договор, в Совет экономической взаимопомощи и стали членами НАТО и Европейского Союза. Это и Румыния, Болгария, Чехия, Словакия, Венгрия, ну, Польша, Литва, Латвия, Эстония. Наверное, никого не забыл. То есть, из этих стран. То есть, получается, он с ними будет встречаться, ну, и будет давать гарантии. Конечно, 21-го в Варшаве, в этих королевских садах, он очень серьезно выступил по Украине. Сказал, стоять будем и не отступим, будем поддерживать Украину. Ну, то есть, очень-очень-очень такая содержательная, не потому что я его хвалю, а просто чисто компетентно объясняю вам, что это очень важная содержательная речь с очень твердыми постулатами. В отличие от этого кремлевского гребеныша. То есть, Путин только угрожал ядерным оружием, больше ничем. И говорил, что Запад наступает, Запад поган и так далее, что Запад развязал войну и прочее. Если бы не Запад, то и Украина вообще не... И Украина это не государство, и вообще, ну, всякую гадости говорил, глупости. Чушь нес, чушь. Нес чушь. Байден, наоборот, говорил очень серьезные вещи, которые чрезвычайно важны. Но я не буду на этом более-менее останавливаться, там много всего и так расписано. Я буду говорить для тех, кто или выехал с Украины, или думает выезжать с Украины, или хочет возвращаться сейчас в Украину. Вот для вас я приведу очень такой тезис речи Байдена. И немножко вам его прокомментирую. Он сказал следующее. Байден намекнул, сказал, что до окончания войны в Украине еще не так близко. Прямые слова. Борьба за свободу это вопрос ни одного дня и даже года. Вот вдумайте. Дальше и такие есть его слова еще в речи. Контрнаступление Украины это будет сложное время. Давайте отсюда и от этих его прямых постулатов оттолкнемся. Борьба за свободу. То есть как бы вот здесь ценностное различие речи Байдена и речи Путина. Путин выступал за Российскую Федерацию, что Россию хотят уничтожить, что Россия выступает за традиционные ценности и так далее. Байден выступал за свободу, за демократию, за то, что тьма не победит, будет свет и так далее. То есть мы видим разные ценностные установки. Они как бы близки, но они разные. С одной стороны традиционные ценности, с другой стороны свобода. Свобода может быть безудержная и тут есть, можно обо многом поговорить. Но я не про это. Я про то, что он сказал, что борьба за свободу это не дни, не недели, не месяцы, а годы, дорогие мои. Вот про это. Если будет контрнаступление Украины, то это очень сложный процесс, момент. То есть, если вы хотите возвращаться в Украину, то не стоит этого делать. А наоборот, надо как-то более укореняться там, где вы есть. Кстати, последние исследования в Германии показали тоже очень такое символические результаты. Они как бы являются следующими. Что, 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 что он показали нам эти результаты. Сейчас я вам скажу. Вот так. В победу Украине, в войне немцев, в Украинам победит, верят 20% немцев. А 17% считают, что победит Россия. Почти близкие. Остальные не верят, что в войне будет победить. Слышите? Это опрос был сделан для издания Bild & Sonntag. Опрос латинский INSA. 49% немцев считают, что правительство Германии предпринимает недостаточно усилий для того, чтобы остановить войну в Украине. 35% опрошенных довольны уровнем поддержки. Возможность окончить войну переговорами верят 42% опрошенных. На минуточку. А 40% не верят в такую перспективу. То есть общество, вы видите, и в США я вам показывал, и в других странах, и сейчас в Германии расколоты. Общество расколоты. Люди дезориентированы. Граждане европейских стран и в Америке. Они на сегодняшний день все находятся в каком-то бурлении. То есть все время, как стрелка колеблется в одну и в другую сторону. Это очень, очень, очень важно и очень тревожно. Теперь смотрите, что по поводу речи Байдена заявил Трамп. Буквально выступил в Варшаве 21-го, что Трамп заявил в своей социальной сети, которую он создал. True Social. Вот он сказал так, что действующий президент США своими шагами в отношении Украины, в отношении Украины, систематически, но возможно неосознанно, подталкивает мир к новой войне, считает Трамп. Теперь смотрите, что он дальше заявил. Что тут у меня? Сейчас, секундочку. Это, конечно, очень серьезное заявление для нас. Третья мировая война никогда не была ближе, чем сейчас, заявил он. И эти слова его приводит его в социальная сеть. Понимаете, что это значит? То есть мы с вами практически находимся в ситуации, когда Трамп и в том же лейтмотиве выступил этот губернатор Флориды, Сантис, что по сути действия Байдена ведут, может, что он не понимает, что он делает. И тут такой намек делается, да, что они могут привести к Третьей мировой войне. Ну, то, о чем, собственно, говорил и Франциск по-римски. Естественно, что это очень такие заявления, которые нам, ну, как бы дают понимание расклада ситуации в самих Соединенных Штатах. Понимаете? То есть практически речь идет о чем? Что в Штатах общество тоже расколото. И поддержка Украины, и поставка оружием, она уменьшается. Понимаете?